Когда к вам последний раз приходили гости? Были ли они огромными и оставались ли с вами на протяжении десятилетий? Вероятно, вы ответите нет. Однако по данным НАСА, в нашей Солнечной системе недавно появился таинственный гость, который мчится в направлении Земли. Что это за объект, который не так давно появился в нашей Солнечной системе? Какого он размера? Столкнется ли он с нашей планетой и разрушит ли ее? Предлагаю вам узнать, как НАСА обнаружило нечто массивное, недавно появившееся в Солнечной системе. Наша Солнечная система огромна, при этом ученые до сих пор не могут дать точный ответ на вопрос о ее размерах. Смотря на Офелий орбиты самой дальней подтвержденной планеты Нептун, Солнечная система имеет радиус около 4,5 миллиарда километров, а значит ее диаметр 9 миллиардов километров. Но границей Солнечной системы также можно считать как расстояние до окончания Офелия самой дальней карликовой планеты Ирида, так и расстояние до самого дальнего наблюдаемого объекта, небесного тела Седна, которое находится в три раза дальше от Земли, чем Плутон. Оно расположено на расстоянии 143 миллиарда километров от Солнца. В таком случае диаметр Солнечной системы 287 миллиардов километров. Очень много нулей, но если перевести это в астрономические единицы, то Седна находится на расстоянии почти 960 астрономических единиц от Солнца. Одна астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца, равное 149 миллиардам 597 миллионам 870 тысячам 700 метрам. Другой способ определить диаметр Солнечной системы — предположить, что она заканчивается у края гелиосферы. Гелиосфера — это своеобразный пузырь, в котором солнечный ветер сталкивается с межзвездной средой и где гравитационные силы Солнца больше, чем у других звезд. Гелиопауза же — это граница гелиосферы, где солнечный ветер замедляется, а гравитационная сила Солнца ослабевает. Это происходит примерно на расстоянии 90 астрономических единиц, и в этом случае диаметр Солнечной системы составляет 180 астрономических единиц. Однако, как бы ни была масштабна Солнечная система, она — лишь малая часть Вселенной. За ее пределами существует бесчисленное множество объектов, и иногда они даже попадают внутрь и становятся нашими гостями. Первый межзвездный объект, пролетавший в Солнечной системе, был обнаружен 19 октября 2017 года. Еще через два года была открыта межзвездная комета Борисова. Открытие этих двух объектов подтвердило предыдущую теоретическую работу, в которой говорилось, что межзвездные объекты регулярно проникают в нашу Солнечную систему. Теперь вам, вероятно, интересно узнать, как часто это происходит. Неужели это ежедневное явление? Согласно новому исследованию, проведенному инициативой межзвездных исследований. Примерно семь таких объектов попадают в нашу Солнечную систему каждый год, и во время пребывания здесь они следуют по прогнозируемым орбитам. Возможно, в один прекрасный день этот факт позволит нам отправить космический корабль на рандеву с одним из этих объектов. В октябре 2017 года обнаруженный астероид Уамуамуа совершил революцию в области астрономии и исследования небесных объектов. Это не просто объект, сформировавшийся в другой звездной системе. Его появление и обнаружение предполагало существование большой популяции таких объектов. А открытие кометы Борисова в 2019 году подтвердило подозрение астрономов, что межзвездные объекты регулярно попадают в нашу Солнечную систему. Тем не менее, крупнейший в истории межзвездный объект уже в нашей Солнечной системе. Все началось в октябре 2014 года в чилийской пустыне Атакама. Тогда телескоп Виктора Бланка сделал масштабное изображение ночного неба, запечатлев след отраженного света. Исследователям потребовалось почти семь лет, чтобы идентифицировать эту непонятную точку. Комета Бернардинелли Бернштейна, обнаруженная астрономами в 2021 году, официально признана самой большой из когда-либо наблюдаемых человечеством. Теперь исследователи пытаются раскрыть как можно больше деталей этой массивной гости. Педро Бернардинелли, научный сотрудник Вашингтонского университета, открыл комету вместе со своим тогдашним научным руководителем Гэри Бернштейном в последние две недели своего докторского исследования в Пенсильванском университете. Отсюда и название кометы. Насколько же она огромна? Астрономы определились, что диаметр ядра кометы Бернардинелли Бернштейна составляет около 150 километров. Если сравнить ее с Эверестом, то она будет более чем в 15 раз выше. Она также в 15 раз больше небесного тела, которое врезалось в Землю и вызвало вымирание динозавров. Так что это безусловно самая большая комета за последние десятилетия. Комета Чурюмова-Герасименко, на орбите которой с 2014 по 2016 год находился космический аппарат Розетта, Европейского космического агентства, был всего около 4 километров в ширину. Так что сейчас по пути совершен скачок от комет размером с поселения к объектам, сравнимых с островами. Комету Бернардинелли Бернштейна можно даже поставить в один ряд с некоторыми великими историческими кометами, как например очень яркой и достаточно массивной кометой Сарабата, которая вошла в Солнечную систему в 1729 году. Но как ученым удалось измерить размер этой кометы? Простого анализа ее яркости, то есть количества отраженного солнечного света было недостаточно, потому что большой и темный объект на Земле может иметь ту же яркость, что и маленькая, но светящаяся комета. Поэтому астрономы измерили тепловой поток кометы или то, сколько тепла она излучает. Для этого они наблюдали за типом света, называемым инфракрасным. Хотя он не виден невооруженным глазом, мы чувствуем его, когда, например, Солнце светит нам на кожу. Более крупный объект поглощает больше солнечного света и затем излучает его. Эти данные в сочетании с расстоянием до объекта позволили ученым получить точную картину размеров кометы. Она будет путешествовать рядом с нами еще долго. Комета Бернардинелли Бернштейна в течение следующего десятилетия будет становиться все ярче по мере приближения к внутренней части Солнечной системы. Сейчас она находится на значительном расстоянии от Земли. Она движется со скоростью более 35 тысяч километров в час и достигнет минимального расстояния от Солнца в полтора миллиарда километров в 2031 году. Это немного дальше траектории до Сатурна. Затем она начнет свой долгий путь обратно во внешние области Солнечной системы, где останется видимой до 2040-х годов, если не на десятилетия больше. Комета Бернардинелли Бернштейна может сиять в ночном небе так же ярко, как самый большой спутник Сатурна-Титан. Так что вполне возможно, что в 2031 году вам удастся увидеть комету в хороший домашний телескоп. Астрономы-любители уж точно будут в восторге. С другой стороны, комета Бернардинелли Бернштейна интересна тем, что на момент ее открытия она находилась очень далеко от Солнца. Этот объект является частью облака Аорта, массивной сферической области, которая окружает Солнце на расстоянии в тысячу раз дальше, чем Земля, и является источником долгопериодических комет. По словам астрономов, этой комете потребуется миллионы лет, чтобы обогнуть Солнце. Только три кометы с таким длительным периодом были обнаружены на пути из облака Аорта, а комета Бернардинелли Бернштейна была открыта, когда она еще находилась на рекордно далеком расстоянии. Поскольку она была обнаружена так рано, еще целое поколение астрономов будет иметь возможность разгадать ее тайны. Комету Бернардинелли Бернштейна обнаружила высокочувствительная цифровая камера, установленная на телескопе Виктора Бланка шириной 4 метра, который является частью межамериканской обсерватории Сера Талола в чилийской пустыне Атакама. Причем у телескопа не было задачи искать далекие объекты Солнечной системы. Это был основной источник данных для проекта Dark Energy Survey, в рамках которого с 2013 по 2019 год было собрано 80 тысяч экспозиций южного ночного неба. Этот набор данных изменил понимание учеными темной энергии, таинственной силы, которая движет ускоряющееся расширение Вселенной. Целью докторского исследования Бернардинелли было использование снимков Dark Energy Survey для поиска ранее неизвестных объектов, вращающихся вокруг Солнца за Нептуном. Это было чрезвычайно сложной задачей, поскольку каждое изображение было настолько большим, что для демонстрации хотя бы одного из них в полном разрешении потребовалась бы сетка из 275 телевизоров высокой четкости. Бернардинелли прочесал десятки тысяч этих изображений, ища маленькие точки света, как в случае с поиском иголки в стоге сена. Однако Бернардинелли нашел короткий путь. Он написал компьютерный код, который искал точки, движущиеся на фоне далеких звезд на снимках Dark Energy Survey. Шесть месяцев напряженных расчетов и кластер из 200 компьютеров в Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми в Иллинойсе провели к окончательному списку из 817 вновь найденных объектов, орбиты которых не совпадали ни с одним известным телом в Солнечной системе. Бернард Эллиот Бернштейн вручную проверил этот список в качестве последнего шага, чтобы убедиться, что код выполнил свою работу правильно. Именно тогда они заметили этот объект. Бернардинелли и Бернштейн отправили доказательства существования кометы в центр малых планет в Кембридже, штат Массачусетс, который служит официальным хранилищем сведений об орбитах комет, астероидов и других малых тел в Солнечной системе. 19 июня центр подтвердил, что объект является новым открытием. Пять дней спустя комета была официально названа в честь Бернардинелли и Бернштейна. Информация об открытии кометы распространилась быстро. В считанные дни астрономы всего мира начали направлять свои телескопы на приближающийся объект и рыться в своих архивах в поисках каких-либо ранее неизведанных его изображений. Исследователи быстро обнаружили комету, скрытую в архивных данных, относящихся к 2010 году, что повысило точность ее предполагаемой орбиты. В течение 24 часов после объявления многочисленные группы астрономов подтвердили, что комета выбрасывает достаточно пыли и газа, чтобы сформировать видимый хвост и кому, несмотря на то, что находится на расстоянии более 2 миллиардов миль от Солнца. Следует отметить, что кометы не выделяют много вещества, пока не приблизятся к солнечному теплу, которое заставляет застывшие соединения сублимировать непосредственно в газ. Однако комета, по-видимому, изобилует газом, выделяющим летучие вещества, которые начинают сублимировать даже в прохладном пространстве за Нептуном. Вообще, при первом обнаружении на расстоянии 29 астрономических единиц тело еще не проявляло кометной активности, не таяло, извергая газы. И лишь в 2021 году, пройдя орбиту Урана, объект приобрел ГАЛО и был опознан как комета. Изображения, полученные в 2018 и 2020 годах космическим телескопом ТЭС, предназначенных для поиска экзопланет НАСА, который также захватил изображение прибывающей кометы, предоставили больше информации о ее коме, облаке пыли и газа. Она состоит из зерен субмиллиметровых размеров, выбрасываемых с поверхности ядра в ходе сублимации замороженного угарного газа. Удивительно, но комета оказалась намного ярче на данных тестирования, чем на снимках, полученных в ходе исследования темной энергии. Команда поняла, что тестовые изображения охватывают гораздо большие участки неба, чем изображения, полученные в ходе исследования темной энергии, что говорит о том, что комета выбрасывает массивный, чрезвычайно рассеянный хвост. Бернардинелли и Бернштейн изучили данные наблюдения темной энергии, рассматривая множество изображений кометы в попытке определить ее хвост. В итоге они обнаружили, что комета начала испускать газ на расстоянии 2 миллиарда миль от Солнца, что почти на 40% дальше, чем местоположение урана. Затем команда смогла начать моделировать химический состав кометы, отслеживая, как со временем меняется облако пыли и газа, окружающее ядро планеты и насколько ярче становится комета по мере приближения к Солнцу. Учитывая, насколько слаб солнечный свет на таком экстремальном расстоянии, комета должна выделять углекислый газ или азот, выяснили они. Итак, какое будущее ожидает эту массивную гостью Солнечной системы? Ученые уже рассуждают о том, что потребуется для отправки космического аппарата к этой комете. Если мировые космические агентства будут действовать достаточно быстро, миссия может достичь ее уже в 2033 году, если она будет запущена в 2029 году. Исследователи также предлагают все усилия для расшифровки предыдущих путешествий кометы по Солнечной системе, чтобы определить, насколько сильно она была изменена Солнцем. Согласно расчетам Бернардинелли и Бернштейна, в 2031 году комета окажется ближе всего к Солнцу по меньшей мере за 3 миллиона лет. Однако проникнуть в прошлое чрезвычайно сложно. Поскольку кометы облака Аорта находятся так далеко, их орбиты могут быть смещены проходящими мимо звездами. Поэтому для моделирования их движения необходимо отслеживать движение звезд по Млечному пути. Согласно новой информации, есть одна особенная проблемная звезда, которая может сорвать все усилия по определению курса кометы. Исследователи уже в течение нескольких лет утверждают, что около 3 миллионов лет назад мимо Солнечной системы пролетала солнцеподобная звезда HD 7977. Однако никто точно не знает, где она пролетела. Исследователи обнаружили, что мы даже не знаем, с какой стороны Солнечной системы она находилась. И из-за этой неопределенности гравитационное притяжение звезды к кометам облака Аорта плохо изучено, что может иметь существенные последствия для выяснения того, когда комета Бернардинелли-Бернштейна в последний раз пролетала по внутренней стороне и насколько близко она подошла к Солнцу. А наблюдения по мере приближения кометы могут изменить ее предполагаемый размер. Текущие оценки основаны лишь на нынешней яркости кометы, а также на моделях пыли и газа, которые она испускает. Однако вычисление размеров кометы с помощью этого метода является сложной задачей. Когда модели газового получения кометы неполны, ядро может оказаться больше, чем оно есть на самом деле. Однако одна из лучших вещей в обсерватории Бернардинелли-Бернштейна заключается в том, что она предоставляет астрономам всего мира редкую роскошь – время. В обсерватории Веры Рубин в Чили, которая еще даже не открыта, мы сможем следить за объектом по крайней мере в течение десятилетия, если не дольше, начиная с 2023 года. В комментариях дайте знать, что вы думаете об этом огромном гости солнечной системы. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание, скоро увидимся, пока!